Боль без срока давности. 11 апреля Беларусь вспоминает узников фашистских концлагерей. У мемориала узникам Бобруйского гетто собираются десятки людей. К подножью ложатся красные гвоздики, символ пролитой крови, которая текла здесь реками. В знак скорби зажженные свечи. Когда мы находимся здесь, мы немножко вспоминаем и пытаемся понимать, за что это было. Объяснять фашистское действие – это немножко неумно. Искать их причину, почему они себе позволили тот народ, который себя считал самый умный. Колючая проволока, вышки с пулеметами и адские условия. В Бобруйском гетто евреи жили по 10-16 человек в комнате. Им было запрещено топить печи и готовить себе еду. Многие умирали от голода и болезней. У подростков брали кровь для госпиталя. С июля 41-го начались массовые расстрелы. Всего в жирного смерти попали около 20 тысяч иудеев – стариков, женщин, детей. Мы должны помнить историю свою и сохранять ее, передавать молодому поколению для того, чтобы больше такая история не повторялась. Если мы будем помнить свою историю, прошлую, через какие трудности прошли все наши поколения, значит, мы сохраним мир на земле. На территории крепости сегодня многолюдно. У братской могилы советских военнопленных руководство города, представители трудовых коллективов и молодежь. Здесь же поисковикам из Крыма передают останки красноармейца Федора Бендюкова, тело которого было обнаружено при строительстве в районе железнодорожного моста через Березину. Российская сторона привозит останки рядового Григория Солдатенко. Его нашли под Феодосией. Уникальная ситуация тем, что бойца нашего, которого мы забираем сегодня с собой, мы готовили к передаче, наверное, на протяжении двух месяцев, а вот белоруса, который погиб в Крыму, мы идентифицировали буквально за считанные часы до поездки сюда. Этот медальон, его расшифровали на протяжении почти двух месяцев. Столько лет его матери, жене не было известно, где находится их дорогой человек. Благодарные всем от всего Крымуевского района, что сегодня прах нашего героя Великой Отечественной войны попадет наконец-то на свою малую родину. Есть такие мудрые слова, что пока не будут захоронены останки последнего солдата, до тех пор война не закончится. Вот сегодняшнее мероприятие, это еще раз подтверждение того, что действительно для нас, живущих, сегодня очень важно, чтобы герои Великой Отечественной войны, солдаты, были захоронены именно на своей родине. Передают и личные вещи красноармейцев. Фрагменты одежды, ключ, кулон, лезвия, бритвы. Их трепетно будут хранить родственники погибших. Настоятель Георгиевского храма совершает заупокойную литию. В память о всех павших, Великую Отечественную, минута молчания и оружейные залпы. Святом для каждого бобручанина месте громкие слова не нужны. 250 детей, полтысячи пропавших без вести. Под этими стенами полегло порядка 20 тысяч человек. Имя тому – лагерь смерти номер 131, расположенный на территории Бобруйской крепости. О тех страшных днях напоминает мемориал в честь советских военнопленных. Во время Второй мировой эсэсовцы курировали около 14 тысяч концлагерей. В страшных муках погибло 18 миллионов человек. Полтора пришлось на оккупированную Беларусь. Людей безжалостно уничтожали в газовых камерах, крематориях, морили голодом и отнимали жизни на виселицах. Мы – наследники победителей. И модные призывы к толерантности, срокам давности и интригам нас не собьют с пути. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.